Анекдот о необходимости доедать прошлогодний салат актуален каждый год. Первые дни января многие семьи, как правило, сосредоточены именно на этом. Ежегодно все хозяйки стремятся порадовать своих родных и близких всевозможными блюдами, которые зачастую не являются полезными и здоровыми. Тем не менее, чтобы празднование Нового года принесло не только радость и хорошее настроение, но и не добавило лишних сантиметров на талии, необходимо придерживаться несложных правил. Рекомендации диетологов таковы, что желательно организму не давать длительный перерыв в приеме пищи, когда мы в ожидании Нового года не трогаем красивые приготовленные блюда, организм испытывает чувство голода, и потом при наступлении первых буквально секунд, минут Нового года все обильно начинают набрасываться на праздничный стол. Желательно этого избегать, и для этого можно отдельные какие-то продукты приготовить, легкие блюда, и с вечера, и днем точно так же нельзя устраивать голодовку. И потихонечку, все-таки, с перерывами хотя бы в 3-4 часа давать организму покушать. После длительного периода голода, принимая обильную пищу, могут обостриться какие-то хронические заболевания, или даже манифестировать какие-то новые симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, ну и даже сердечно-сосудистые, либо общее самочувствие может ухудшиться. Таким образом, диетологи рекомендуют 31 декабря не менять свой режим питания. Рассчитывать на хорошо покушать ночью – не совсем правильная идея. Очень важно позавтракать, пообедать и поужинать, как обычно. Традиционно новогодний стол изобилен разными блюдами. Один из самых любимых салатов, который готовят почти в каждой семье, конечно же, оливье. Не обязательно готовить традиционные блюда, богато заправленные майонезом, маслами. Можно приготовить какой-то новый рецепт блюд каждый Новый год. Обычно в традиционном салате оливье содержатся колбасные изделия, докторская колбаса. Я вот уже годами делаю оливье из отварного мяса. И заменяю майонез либо на майонез домашнего приготовления, на оливковом масле. И по возможности, если есть такая возможность, с домашними яйцами, с добавлением каких-то овощей и зелени. И кроме этого можно уменьшить углеводную часть, например, количество картошки уменьшить. И иногда даже можно, если есть такая возможность, вместо отварного картофеля использовать даже отварной сельдерей корневой. Наша съемочная группа решила поинтересоваться, что же в этом году планируют приготовить на новогодний стол жителей столицы. Оливье. Местные закусы, мясные блюда, наверное, скорее всего. Ну, наверное, традиционно оливье. Сильно много мяса тоже не хочется. Хочется вот легкого что-нибудь. Ну, говорят, рыба не должна быть на столе. Потому что дракон у нас водяной знак. Естественно, у нас будут манты. Пельмени. Салаты, как обычно, традиционные. Оливье и зеледка под шубой. А горячие, не знаю, как обычно, буза, наверное, и что-нибудь, что любит дракон. Не нужно есть сегодня то, что можно будет съесть завтра. Принцип которого следует придерживаться в новогоднюю ночь. Утро 1 января обязательно наступит, а продукты при должном хранении не успеют испортиться. Айрасал Вадимир Сурту, Чайхар Нога, Кисамдан Энергет, телеканал Тува 24.